Сегодня на базе Кызылского аэропорта прошло торжественное мероприятие в честь формирования смешанной авиационной эскадрильи. В Кызыл из Екатеринбурга и из Новосибирска прибыли четыре транспортно-боевых вертолета Ми-8 «Терминатор» и три транспортных самолета Ан-26. Всех присутствующих с формированием эскадрильи поздравил генерал-лейтенант Александр Татаренко. Это будет ваше тесное взаимодействие с молодым поколением, которое подрастает здесь. Может быть, кто-то из них и проснется желание стать летчиком, и пойдет в летное училище. Это тоже будет немаловажным фактором. Я хочу пожелать всем вам удачи в освоении нашего нового операционного направления. Всем вам хочу пожелать крепкого здоровья, удачи. Я думаю, что все у вас будет только хорошо и отлично. Со знаменательным событием военных 55-й отдельной мотострелковой бригады и военных летчиков поздравил и глава региона. Мы чувствуем свою сопричастность, дорогие наши военнослужащие, когда вы здесь пребываете, со всем дыханием нашей страны. Мы гордимся тем, что наша армия стала еще более сильной, окрепшей, имеющей авторитет в народе. Как никогда сейчас сильным становится девиз «Народ и армия едины». Это так и есть. Это правда. Поэтому, конечно же, хочется в самом начале нашей встречи сказать «Добро пожаловать на родину». Здесь мы всегда будем ощущать вас как родных, как близких, потому что вы будете являться козырьской нашей эскадрильей. И, конечно же, мы будем полагаться во многих наших вопросах взаимодействия на то, что, как всегда, военные будут на страже, как всегда, военные будут поблизости. И в этом отношении мы будем горды. Летчики будут выполнять задачи по транспортировке военнослужащих мотострелковой бригады для выполнения учебно-боевых задач в труднодоступную горную местность. На вооружении эскадрильи стоят самолеты А-26 и вертолеты Ми-8, АМТШ-В. Личный состав и авиационная техника прибыли эскадрилья сформирована из подразделений как 32-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка нашего, так и других частей подразделений 14-й армии ВСПО. Задачи, которые будет выполнять эскадрилья, их очень много. Основные из них, ну, первое, что это авиационное подразделение, это подготовка молодого летного состава, повышение уровня мастерства, подготовка к полетам в условиях горной местности с посадкой на высокогорные площадки. Поисково-спасательное обеспечение запуска и посадки пилотируемых космических кораблей. Перевозка личного состава как центрального округа, так и 14-й армии ВСПО. Кроме того, военная техника будет применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена. Основная техника вертолета представлена вертолетами Ми-8 и МТШ-В, которые были выпущены в 2015 году. Техника новая, усовершенствованная, предназначенная для полета в горной местности. Техника адаптирована полностью, она используется от минус 60 до плюс 60. Самолеты какую задачу могут выполнять? Самолеты будут выполнять транспортные задачи по перевозке грузов и личного состава. Летный инженерный состав эскадрильи с сегодняшнего дня уже приступили к работе.